Здравствуйте, меня зовут Людмила Фролова. В эфире еженедельный выпуск новостей о самых ярких событиях и жизни Гайского округа за прошедшие 7 дней. Вы узнаете прямо сейчас. Новости Гайского округа. 29-летние горняки скончались от отека головного мозга в связи с отравлением химическими веществами. В ходе расследования несчастного случая на опасном производственном объекте были выявлены факты нарушений требований обязательных норм и правил промышленной безопасности. Погибшие гайчане похоронены на городском кладбище. Жительница Гая перевела мошенникам миллион четыреста двадцать восемь тысяч рублей. 47-летней женщине позвонил же сотрудник Центробанка и убедил гайчанку в том, что с ее банковского счета списывают деньги. Чтобы обезопасить накопление, он посоветовал снять наличные и перевести их на безопасные счета, реквизиты которых были предложены жертве. Ту же самую версию событий подтвердила другой звонивший, выдававший себя за сотрудника ФСБ. Потерпевшая поверила мужчинам, выполнила всех рекомендаций и только потом поняла, что ее обманули. Возбуждено уголовное дело по статье мошенничества. Каким образом у вас происходили списания денежных средств в вашей банковской карте? Позвонили. Звонили с нескольких номеров? Да, сначала с одного, а потом с другого. Позвонили, сказали, что с вашего счета совершены мошеннические действия, вам нужно перевести деньги на другой счет. А вы видели, на кого оформлен банковский счет, когда переведите денежные средства? На общую сумму, какое вы перевели денежные средства? Миллион четыреста двадцать восемь. Сотрудники полиции напоминают, что если для ваших денежных средств существует реально угроза несанкционированного списания, служба безопасности банка незамедлительно и без предупреждения заблокирует ваши банковские счета. При поступлении звонков от якобы сотрудников банка следует прекратить разговор и лично связаться со своим банком по телефону горячей линии или посетить офис. Не выполняйте никаких действий по инструкции звонящих и всегда перепроверяйте полученную информацию. В ГАИ судили 58-летнюю жительницу села Белошапка, чья семилетняя внучка отравилась ее самогоном. Напомним, в октябре прошедшего года в больницу попала совсем маленькая девочка, приехавшая на выходные к родственникам в село. Первоклассница гуляла в компании, где несовершеннолетние распивали спиртное. Девочка попробовала его тоже. Ей стало очень плохо, а малышку увезли в больницу. Позже стало известно, что бутылку домашнего самогона группе подростков продала родная бабушка пострадавшей. В отношении с бычицей было возбуждено и расследовано уголовное дело. Женщину приговорили к обязательным работам на 360 часов. В Гайском городском округе снижается численность постоянного населения. Так, на 1 января 2022 года в округе зарегистрированы 41 428 человек, что на 1356 человек меньше, чем в 2021. Кроме этого, смертность продолжает превышать рождаемость. За 12 месяцев прошедшего года в округе родились 343 человека, а умерли 935. В Гай стартовал капитальный ремонт дороги на улице Войченко. На участке от Орской до Челябинской снят верхний слой старого покрытия, что уже значительно упростило движение по разбитой дороге. Основной этап работ начнется после майских праздников. Выполнением работ занимается Гайское дорожное управление, зарекомендовавшее себя как хороший подрядчик в области дорожного строительства. Ремонт участка стоит 5 миллионов 96 тысяч 836 рублей. Заказчик – отдел ЖКХ и КС администрации Гайского округа. Минувши ночью в Гай сгорел мусорный бак стоимостью порядка 20 тысяч рублей. Камера видеонаблюдения записала, как за несколько минут до появления огня. Около мусорки находился мужчина. Вероятно, именно он бросил внутрь контейнера спички. Кстати, через пару дворов этой же ночью сгорели сразу два бака. Представители управляющей организации предполагают, что это дело рук одного и того же поджигателя. Тех, кто узнал хулигана, просят позвонить в дежурную часть по номеру 42524. На территории Гайского рынка случился пожар. Загорелось помещение большого продуктового магазина. Возгорание началось с горы картона, который хранился с торца коммерческой точки. К счастью, огонь не перешел на торговый зал. С ним быстро справились пожарные. На месте работали сотрудники МЧС и скорой медицинской помощи. Предположительная причина случившегося – неосторожное обращение с огнем. В Гай на участке муниципальной земли волонтеры высадили 150 саженцев, пирамидальных тополей. Посадкой деревьев занимались восьмиклассники из школы номер 4. Оплатил покупку саженцев местный предприниматель, ведущий бизнес на данной территории. Дальнейший уход за тополями будет осуществляться его силами. Стоит отметить, что доброе дело посвящено предстоящему Дню Победы в Великой Отечественной войне. В Гай проходит муниципальный этап юно-армейских военно-спортивных соревнований «Зарничка». Участие в них принимают команды пяти городских школ. Сегодня мы проводим второй этап юно-армейской игры «Зарнички». Участвуют пять команд с Гайского городского округа, учащихся до четвертого класса. Основная задача этой игры «Зарнички» – это знание устава, знание истории России, это физическая подготовка, так сказать. Ну и самое главное – это то, что мы с ребяткой готовим к последующим достойным защитникам своего отечества. В первый день соревнований мальчишки и девчонки прошли испытания комплекса «Готов к труду и обороне». Во второй проявили себя в смотре строя и песни. В этапе армейские звания ответили на вопросы военно-исторической викторины. ПЕСНЯ Итоги «Зарнички» будут подведены позднее. Победители соревнований примут участие в региональном финале в рамках профильной военно-патриотической смены на базе молодежного центра «Авангард» в Оренбурге. В ГАЭ продолжается подготовка к масштабному празднованию Дня Победы и Дня Города. Так, на 9 мая запланировано возложение цветов к памятным знакам, прохождение по центральной площади колонны «Бессмертный полк», торжественное шествие колонн первостроителей и ветеранов, юнормейцев, коллективов предприятий, организаций и общественных объединений. На участие в шествии подано 18 заявок. Примерное количество участников – более 5000 человек. В праздничные дни гайчан и жители округа ожидают спортивные соревнования и концертные программы. 9 мая в сквере возле ЗАГСа традиционно будет работать арт-площадка. Полная программа мероприятий будет опубликована позднее. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Еще больше интересных новостей опубликовано на сайте гай.рф. Всего доброго, до новых встреч.